Первый канал и компания «Телеформат» представляют. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нарушаем, гражданин, правила. Соблюдение скоростного режима для дальнобойщиков не действует. Детектив Игорь Лукин ехал на дачу, когда стал невольным свидетелем чрезвычайного происшествия на посту ДПС. А это еще что? Ты что, там козу перевозишь, что ли? А ну, срывай пломбу. Да какой козу, Таршинский? Поедешь, что у меня в Голландии. У меня там матрешки сувенир. Ну, пломбу вы срывать не имеете права. Открывай. В Голландии, значит, следом? Груз сувенирной продукции, значит? А это тоже сувенир? Ты что, заодно и нелегалов от Голландии перевозишь? Ты знаешь, что ты это полагаешь? Да я не знаю, откуда он взялся. Сергей! Опа. Полюбуйся. Вот, смотри. Он в контейнере сидел, вылез. Крышку изнутри выломал. Ты что, парня, в ящик посадил? Он тебе что, обезьяна? Мужики, я первый раз его вижу, откуда он в машине-то взялся. Подождите. Да... Никифоров, оформляй протокол сопротивления. Ты понял, Матвеев? А про парни-то все забыли? Что? Что надо? Алло, скорая? Здесь на посту ГАИ на 30-м километре Семенском шоссе. Силуэку плохо стало. Без сознания. Да. Надо первую помощь ему оказать. А я честный детектив. Моя фамилия Лукин. Детектив? Прошло 20 минут. Пока сотрудники ДПС ждали оперативную группу, Игорь Лукин созвонился со своим помощником. Дальше показания. До свидетельских каких еще? Придется милицию дожидаться. Ладно, перезвоню. А вы точно детектив? Детектив. А вы не можете узнать, как он в моей машине мог оказаться? А вы не знаете, да? Ну, клянусь вам. Честное слово. Ну, 15 лет никогда ничего. Думаете, за меня шеф вступится? Да нифига подобного. Уволит, даже разбираться не станет. Ну, я не знаю, откуда он мог оказаться там. Вот подстава. Ну, меня точно подставить хотели. Да раньше времени-то не поднимайте бучу. Разберутся. Если невиновные, отпустят. Не надо раньше времени волноваться. В тот же день детектив Лукин присутствовал при разговоре водителя Ильи Матвеева со следователем, который оказался давнишним приятелем Лукина. Ну, я пришел на базу, заглянул в кузов, коробки все на месте, документы в порядке. Сел и поехал. Откуда этот в кузове взялся, понятия не имею. Ну, не знаю, не знаю. А может быть, пацана хотел из страны вывезти? На орган вез? Или сексуальное рабство брать? Да ни при чем я. А может, он как-то сам просочился, ну, во время погрузки, а? А по дороге ему плохо стало, ну, душно в коробке. Он вылез, начал стучаться, ну, не понимал, что делает. Ведь когда машину-то открыли, он же там совсем без сознания лежал. Я на базе машину сам лично пломбировал. В кузове ничего подозрительного не заметил. Да и потом у нас посторонние, ни одна мышь вообще не проскочит. Платят хорошо, люди боятся, держатся за работу. Ну, откуда же он взялся в машине вашей? Не гаишники же подбросили его вам. А может, бомж, хотя... Да нет, одет вроде прилично. Неожиданно в кабинет следователя вошел начальник Матвеева Анатолий Аверьянов. За что вы так меня, Анатолий Афанасьевич? Куда ты пацана хотел сдать, а? В борделе или на органы? А откуда у вас такая информация? Присаживайтесь. Секретарша мне сказала. Говорит, из милиции звонят. Якобы наш водитель хотел ребенка в борделе или на органы вывезти. А у нее откуда такая информация? Если напутала что-нибудь, уволю дуру. А что произошло-то? Выясняем. Вам знаком этот молодой человек? Нет, никогда не видел. А кто это? Этого парнишку нашли в машине вашего водителя. Ну не знаю, откуда он взялся, но не знаю. Анатолий Афанасьевич, вы же в курсе дела, что вместо меня Денис должен был ехать. Ну спросите его, может правда это его пассажир? Да, правильно. Давай, Дениса, посадим тебя, отпустим. Ты же ни при чем. Милиция вон разберется. Я тебя покрывать не собираюсь. Можно? Анатолий Афанасьевич, вы должны быть в курсе. Я провожу параллельное расследование. А зачем вам? Вы же свидетель. Я не просто свидетель, я еще и частный детектив. Вот, пожалуйста. Детектив Лукин попросил помощников навести справки о фирме, в которой работал Илья Матвеев. Так, фирма Аверан. Генеральный директор Аверьянов Анатолий. А вот туда кликни. Так, занимаются перевозками. В том числе работают с небольшими партиями грузов. Гляди, у них свой автопарк, автосервис, склады свои. Полное самообеспечение. А вот раздел нашей вакансии. Кого они ищут? Водителя, слесаря, чернорабочего на автосервисе. Возможно, это нам пригодится. Опросив Матвеева, следователь взял с него письменное объяснение и отпустил. Больше предъявить ему было нечего. Игорь, ты хочешь разобраться в этом деле, как парень оказался в машине? Тебе это надо? Хочу. Ну что ж получается, людей как скотину в ящиках перевозят, а? Слушай, Евгеньевич, а может он сам захотел в этот Амстердам? Чего? Что врачи-то говорят? Наркотики. Почти передоз. Врачи борются за его жизнь. Слушай, наркотики мог и сам принять, но чтобы легче в дороге было. Я тоже так думаю. В машине нашли консервы и две бутылки. Одну с водой, другую пустую. Так вторая это биотуалет. Значит, все-таки к поездке-то он готовился. Проблема в чем? Врачи говорят, дай бог, очнется завтра. Показания снять могу дня через два. Да, время нас поджимает. Слушай, еще неизвестно, что он скажет. Может, действительно сам в кузов залез, а скажет, что это водила его наркотой напичкал и туда засунул, а? Вот именно. Но есть время собрать первичку, но людей в обрез. Сам знаешь, Петрович. Да понимай, Евгеньевич, куда ты клонишься. Значит так, работаем вместе, друг другу не мешаем. Как только я что-то узнаю, звоню тебе. Идет? По рукам. Добро. Давай. Пока что проблема в том, что еще не установили личность подростка. Сам он без сознания. Матвеев говорит, что первый раз его видел. А может, Матвеев врет? Его начальник также считает. А вот следователь думает, что Матвеев что-то знает, но молчит. То есть наша версия, что он белый и пушистый? Ошибаешься. Основная наша версия пока что по-прежнему. Мы считаем, что Матвеев пытался вывезти нелегала в Голландию. Поэтому работаем так. Лена, ты собери по Матвееву всю информацию. Вань, ты устраиваешься на работу в фирму Аверан и общаешься там с персоналом. А я займусь мальчишкой. Все, за работу. На следующий день Лена официально получила доступ к документам в отделе кадров фирмы Аверан. Игорь Петрович, тут есть любопытная информация. Какая? Матвеев работает в этой фирме всего два месяца. А до этого в другом месте работал целых 15 лет. Интересно. А что случилось? Ведь, как я понимаю, с насиженных мест просто так не срываются. Да, использование служебного автотранспорта в личных целях. Наверное, повез диван на дачу. Там его и поймали. Я перезвоню. Так, а почему вы здесь одна? Где все сотрудники? Они, кажется, на планерку пошли. И что, оставили вас тут? Бардак. Всех поувольняю, чертовы бабушки. Тем временем Иван приехал в служебный гараж фирмы Аверан. О, привет, слушай, подскажи, пожалуйста, мне надо найти Стеклова Василия Веленовича. Ты не туда зашел, здесь же гараж. Тебе в администрацию надо. И как туда попасть? Вот сейчас выйдешь из этой двери. Увидишь белое здание. Идешь по коридору, поднимаешься на третий этаж. Денис, слушай, я тебя весь день ищу. Костян, тороплюсь, некогда. Ну что, 5 минут даже не будет? Ладно. Пойдем, я покажу тебе, как к начальству пройти. Костян, Костян, 5 минут у меня всегда найдется. Короче, сам найдешь. У охранника спросишь, пропуск, надеюсь, у тебя с собой. Игорь Лукин встретился со следователем в больничной палате, чтобы установить скрытую камеру. По словам врачей, молодой человек частично пришел в себя, но находился в сумеречном состоянии сознания и вскоре снова уснул. Отпечатки пальцев взяли? В картотеке не числится? Нет. Нет, но ни особых примет, ни татуировок. Хотя на плече шранк, скорее всего, от укуса животного. В общем, камеру я поставил. Во сколько у тебя встречи с этим водителем, который вместо Матвеева должен ехать? Опа, часа через два. Зовут ее Денис Бармин. Денис Бармин, говоришь. Ну, поехали. Поехали. Узнав, что старший по гаражу уехал, Иван вернулся обратно и увидел драку Кости и Дениса. Тварь? Блин, не понял. Ребята, хорош. Отвали мне твое дело. Да. Где мой брат, урод? А ты сам вообще кто такой здесь? Племянник Аверьянова. Вопросы есть? Детектив Игорь Лукин по дороге на дачу стал свидетелем странного происшествия. На посту ДПС в машине дальнобойщика Ильи Матвеева найден подросток, накачанный наркотиками. Матвеева задержали сотрудники милиции для выяснения обстоятельств дела. Начальник Матвеева Анатолий Аверьянов подозревает, что его водитель пытался вывести мальчишку за рубеж и продать его на органы или в рабство. Подросток находится в коме и свидетельских показаний дать не может. Водитель Матвеев умоляет детективов разобраться. Слышь, а ты что? Правда его племянник, что ли? А не знаешь, кого в машине этого Матвеева нашли? А тебе зачем? Да блин, брат у меня пропал. А этот козел молчит, не говорит ничего. Я уже не знал, что ли делать. Хоть к дяде твоему иди, а потом увольняйся. Как ты говоришь, его зовут? Юра Козырев. Да они два брата. Приехали из деревни Лепинка на заработки. Спроси, а на плече шрам какой-нибудь есть? Лошади гусила в детстве? Вот что, хватаю в охапку и тащи в первую городскую больницу. Ну и что, что на работе? Ну я договорюсь со следователем, он позвонит и вопрос этот решит. Давай. Алло, Евгений, слушай, нашел я нашего спящего красавца? Ага. Значит, это Юрий Козырев, 16 лет, деревня Лепинка, Белецкий район. Ванька нашел? Да, тебе вот что требуется. Надо позвонить руководству автобазы. Пусть Козырева и Константина отпустят на опознание. Давай, ага, я в больницу. Косте Козыреву разрешили отлучиться с работы, чтобы съездить в больницу на опознание. Нормально. Я в гараже работал. Юрка в мебельном магазине грузчиком. Старичка у одного квартиру снимали. Денег 20 тысяч накопили. Договорились, что Юрка их домой повезет. Я с водителем уже договорился. С водителем? Ну да, с Денисом с этим. Я же изводил только его, хорошо и знаю. Он мне пообещал, что его друг груз в наш район на этой неделе повезет. Юрку как попутчика возьмет. А на повороте в Лепинке высадит. Здесь дороги-то часов 8. Да, ну что дальше? Ну что дальше? А вечером Юрка домой не пришел. Я на работу звоню, мобильного-то у него нет. А на работе говорят, что он вообще сегодня не выходил. Я в заначку сунулся, а деньги пропали. Это что же ты, с Денисом подрался из-за брата? Ну да. Я спросил его, ты отправил Юрку в Лепинку или нет? Ну а он тебе? А он говорит, брат, ты его, мол, в глаза не видел. А сегодня стало ясно, что в машине Матвеева парня какого-то нашли. И что после обеда к нам в гараж должны фотографии на опознание привезти. Ну так и что? Ну так я удивился. Матвеев-то должен был в Голландию ехать, а Юрке в Лепинку надо было. Я Дениса и спрашиваю, Юрка был в машине Матвеева или не Юрка. А тот как сумасшедший набросился на меня, говорит, если кому про меня скажешь, вообще убью. В общем, я вовремя вмешался. Молодец. Он? Он. Юрка, брат. Тихо-тихо, не надо так спешить. Видите, он подкапельется и спокойно. Юра! Юра! А чего он спит? Понимаете, Константин, на него осложнение после... Ну, в общем, вы не волнуйтесь, он поправится. Обязательно поправится. Тем временем Лена по поручению детектива Лукина вела наблюдение за Денисом Барминым. Алло, Дмитрий Евгеньевич? Да, здравствуйте. Это свидетель Бармина. Вы на месте? Я через 40 минут буду у вас в отделении. Окей, хорошо. Игорь Петрович, Денис поехал к следователю. И как он себя ведет? Ну, я бы не сказала, что он очень нервничает. Заказал себе телевизор дорогой, плазму. Понятно, но я к Евгеньевичу подъеду. Вы вот что, ждите меня в офисе. Но перед этим с Ванькой надо подъехать в магазин «Электрон» и насчет Козырева выяснить. Ну, то, что он его течет, да. Ванька в курсе. Поняла. Лукин приехал в отделение милиции, чтобы присутствовать при разговоре Кости Козырева со следователем. Козырев, отказываться от своих показаний не будешь? Да с чего это? Пусть Бармин ответит, зачем он Юрку в Голландию отправил. Ну, если это он, конечно. Скажите, Константин, а ваш брат никогда не говорил, что хочет, например, мир посмотреть? Мир? Да ему извиняюсь на этот мир. До лампочки ему этот мир. Он к городу три года привыкнуть не мог. Вот мне вот честно, мне вот город нравится. А Юрка всегда говорил, лучше чем Липенке ничего не существует. И что, никогда не хотел куда-нибудь в другую страну съездить? Дом он хотел, понимаете? Коттедж кирпичный с колоннами построить. Земли выкупить, гектаров пятьдесят, трактор в аренду взять. Вот чего он хотел. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Здравствуй, Бармин. Присаживайся. Бармин, это правда, что Козырев просил у вас брата добросить до дома? Меня не просил. Вот найти знакомого водилу, который подбросит до деревни, просил. И что вы сделали? Ну что же, я дурак совсем. У нас с работы за это сразу вылетишь. Возле магазина еще мы троем стояли, пирожки покупали. Ты же сказал, пакуй чемодан и через два дня рейс. Спокойно, спокойно, спокойно. Продавца магазина мы опросим. Да не так все было. Да, мы говорили, что Матвеев вместо меня в Голландию едет. А Юрке я так в шутку, понимаете, в шутку сказал. Ну да, пакуй чемодан и садись к нему на хвоста. А почему вы так сказали? Да он бредил этой Голландии, говорит, и хоть одним глазком на нее взглянуть. Ты чего врешь-то, а? Да не вру я, за братом лучше следи. Но как же все-таки так получилось, что Юра оказался в машине Матвеева? Да фиг его знает. А может, брат Костя решил помочь брату Юре? Скажите, Бармин, сегодня вы потратили больше двадцати тысяч. Откуда деньги? Чего-чего? Двадцать тысяч. Поскольку разговор с Денисом и Костей затянулся до поздней ночи, детективы подвели предварительные итоги расследования только на следующий день. Ну что, пообщались мы с этим Денисом. Денис стал юлить, попытался все на стыковочке объяснить и перевести стрелки на Костю. Но, правда, у него не все гладко получилось. Значит, он мог посадить Костю в машину? Мог. Он действительно должен был отправляться в рейс. Но Аверьянов лично распорядился незадолго до отъезда, чтобы в рейс поехал более опытный Матвеев. Это раз. Во-вторых, у Дениса появились деньги, и он тут же начал их тратить. И третье, он не смог объяснить, откуда у него эти деньги. Может, он их накопил. Он так и сказал, что копил. Но тут Костя вспомнил, что Денис постоянно жаловался на безденежье. И даже в бухгалтерии брал аванс до зарплаты. Ну, Денис начал юлить. Типа, там у меня была заначка в стене, не хотелось лишний раз лезть. Но как-то это было уже все неубедительно. А что у вас? Мы собрали показания в магазине, где работал Юра. Никакой Европы, никаких путешествий. Юра мечтал построить дом. Да, и еще одна такая деталька. Он из журнала вырезал картинку какой-то усадьбы. И сотрудникам показывал ее. Со словами, что вот когда-нибудь разбогатею, и у меня будет такой же дом. Понятно. А про родственников говорил что-нибудь? Говорил, что у них большая семья, и они с Костей самые старшие. Угу. Что там происходит, не пойму, а? Да, алло. От дежурного врача можно? У них там, похоже, гулянка идет. Женщина смеется, посуда звенит. Вы знаете, что Юрий Козырев пришел в себя? Да я не спрашиваю, я утверждаю. Юрий Козырев пришел в себя. Только что попытался встать и упал. Частный детектив. Надеюсь, что окажете. В ординаторской застолье? Видимо. И врач такой молодой, а наглый. Так, ну может съездить туда? Да. Я поехал к Юре, а вы продолжайте за ним наблюдать. И про Дениса мне все узнаете. Приехав в больницу, детектив Лукин застал в палате Юры директора фирмы «Аверан». А вы что здесь делаете? А вы? Юрий, моя фамилия Лукин, я частный детектив. Ну вот врачу позвонили, решил парня навестить. Да-да, заодно мне с сестрам подарочек привезти. Смотрю, здесь дисциплинка-то еще та. Да, не говорите. Работали бы, меня уволил бы. Но, с другой стороны, хоть апельсины Юльке привез. Ладно. В общем, поправляйся, страдавец. Спасибо. Юрий, меня зовут Игорь Петрович, я частный детектив. Я своего брата к тебе привозил, он очень за тебя переживает. А он почему не приехал? Он обязательно приедет завтра. Ты вот что, ты лучше вспомни. Как ты в машине-то оказался? Не помню. Ну что, совсем ничего не помнишь? Последнее, что ты помнишь? С кем разговаривал, что пил, что ел. С Денисом разговаривал? Не помню. Но вы с братом просили кого-нибудь тебя до лепинок подкинуть? Наверное, не помню. Слушай, а вот ремень твой где? Какой ремень? Ну как, вот здесь же только что лежал ремень. Не знаю, не видел. Что, и про ремень не помнишь? Не помню я. Детектив Игорь Лукин ведет дело дальнобойщика Ильи Матвеева, перевозившего сувениры в Голландию. В его машине был обнаружен накачанный наркотиками подросток Юра, брат одного из сотрудников Матвеева. Анатолий Аверьянов, директор фирмы, в которой работал Матвеев, подозревает своего водителя в транзите нелегалов за рубеж. Но Юра, придя в себя, не подтверждает и не опровергает эти показания. В палате Юры детектив Лукин замечает, что после визита Анатолия Аверьянова вдруг исчезает ремень Юры. Юра испуган, но упорно твердит детективу Лукину, что ремня у него не было. Игорь Лукин попросил Ивана внимательно просмотреть данные камеры видеонаблюдения. Я уже звонил. Он сказал его пока не трогать, а ехать к офису фирмы Аверьянова. Сейчас только кино наше запишу. Какое кино? А вот, смотри. Вот видишь, ремень есть. Ну ладно, давай, управляйся, страдавец. А ремня нет. Я думаю, может мы по дороге встретимся с Игорем Петровичем, как раз передадим ему видео. А ты думаешь, я кому звоню? Игорь Петрович. Ну и что вы мне названиваете? Я думал, вы уже у офиса Аверьянова. Извините, задержались, но мы видео долго копировали. Да, и мы теперь знаем, кто взял ремень Юрия. А это замечательно. Молодцы. Лен, не служба, а в дружбу. Там в лаборатории на столе жусьок лежит. Принеси, пожалуйста. Хорошо, вот, кстати, и видео. Угу. Ну и кто же взял ремень? Аверьянов. Аверьянов. Ну там на видео четко видно, когда они с Юрой прощались, он ремень изобрал. Ловко он, конечно, это сделал, но зачем ремень-то ему? Подумай, как можно использовать ремень с пряжкой? Ну не знаю. Сдаюсь. Спасибо, Лен. Наверное, он хотел использовать его как тайник, да? Вот именно, как тайник. Но он слишком компактный для тайника. Вот в этом-то и загадка. Интересно, что он там перевозил. Ладно, собирайтесь, поехали к Аверьянову, там разберемся. Через 20 минут детектив Игорь Лукин уже был в приемной Анатолия Аверьянова. Анатолий Афанасьевич, иди в гараж, и сиди там, не высовывайся. Я еще с тобой разберусь, крысеныш. Ну, Анатолий Афанасьевич... Я что тебе сказал? Воспользовавшись моментом, Лукин подложил в карман Дениса прослушивающее устройство. А что, господин детектив, так по мне соскучились, что следом приехали? Нет, нет, я по-другому делу. Вы зачем у мальчика ремень-то украли, а? Да вы что, бредите? А, возможно, возможно. И камера наблюдения тоже бредит. Мне как, следователю позвонить? Или вы со мной спокойненько поговорите? Пошел. Ну, не могу я сегодня приехать, не могу. Да, до шести вечера буду торчать в гараже. Ну, Аверьянов решил. Да, ремень у него. Сказал, сам отдаст. Хорошо, хорошо. Я попробую через час вырваться навстречу. Давай. Ну, очень интересно. Директор фирмы, получается, специально, лично приехал к Юре в палату, чтобы украсить какой-то ремень. А Денис связан с группировкой, которая занимается транзитом наркотиков. По крайней мере, полгода назад он проходил свидетелем по этому делу. Итого. Фирма переводит наркоту, Аверьянов в банде, Матвеев и Юра два лоха, а Денис ведет собственную игру. Интересно, что скажет на это Игорь Петрович. Вы использовали мальчишку как куклу, для того, чтобы вывезти из страны что-то ценное. Да, но не я. Денис? А-а-а. Это он в машину к Матвееву запихнул мальчика, да? Да, этот идиот. Он еще пришел угрожать мне. Отдайте ремень, а то хуже будет. Я ему еще устрою. А что же было в ремне? Что-то компактное. Наркотики? Хотя нет, как говорится, в Тулу, то есть в Голландию со своим самоваром. А что же это могло быть? Драгоценные камни. Да. Потрогайте, потрогайте. Да. Но вы-то ремень зачем украли? Месяц назад ко мне пришли, ну как вам сказать, ну скажем, серьезные люди предложили возить камушки в Европу мелкими партиями, в одежде, в обувь водителей. И вы согласились? Ну что, я похож на идиота? Разумеется, отказал, но в тактичной форме, чтобы не провоцировать проблемы. Он сказал, что у меня нет таких водителей. Все честные, ну вообще. Ну дальше, дальше что было? Ну что дальше? Они перестали звонить, а потом я случайно узнаю у своего знакомого, что этих людей ко мне подослал. Бармин! Если бы я сказал, да, давайте попробуем, Денис стал бы курьером. И поэтому вы заменили Дениса Бармина, а вместо его в рейс отправили Матвеева. Да. Хорошо, но почему вы этого Бармина сразу милиции не сдали? Послушайте, господин детектив, как вас там? Мне не нужны проблемы, понимаете? Ни с ментами, ни с бандитами, ни с сотрудниками, которые дружат с бандитами. Я не знаю, как разрулить им в этой ситуации, понимаете? Не знаю! Абельянов ремень украл, чтобы бандитам его передать. Но чтобы они больше его не доставали. А на Матвеева, который здесь вообще ни при чем, ему наплевать. Тихо! Бармин говорит по телефону. Да нет, он сказал, пояс сам отдаст. Нет, не ментам. Да я и не парился. Я думал, успею пояс этот забрать, пока пацан из больницы выйдет. Нет, Юрка ничего не знает. Да точно, точно! Так, Лен, оставайся здесь. Вань, пойдем потихонечку за ним. О, Вань, быстрее, за ним. Алло, скорая? Ножевое ранение. Технологическая улица, дом 1, дробь 2. Тихо, тихо. Отбегался. Давай, вставай. Надо вызывать Евгеньевича. Лицо-то какое знакомое. Похоже, в федеральном розыске. Ранение Дениса Бармина оказалось не опасным. В тот же вечер прооперированный Денис дал признательные показания. Меня в Амстердаме уже человек ждал. Готов был забрать его. Но Аверьянов отправил Матвеева. А тут еще Костян со своим братом. Мол, отвези его в деревню. Ну, я решил, зачем деньги зря терять. Пока Костян в магазин ходил, ну, я Юрку и ты уболтал. Да тебе даже делать ничего не придется. Сядешь в ящик на опилочке, хлопнешь снотворного и все. Там даже дырочки для воздуха просверлены. Грузчик наш человек. А как я из машины выйду? Тебя на той стороне наши люди встретят. Расплатятся с тобой. Ну, и обратно в твою деревню отправят. А сколько мне за это заплатят? Тысяч сто или двести. Смотря сколько повезешь. Сколько, сколько? Что, мало что ли? Ну, извини, я думал, тебе бабки нужны. Ну, нужны, а что Костя скажет? А ты что, сам не мужик, что ли? Не знаешь, что делать надо? Короче, телефон мой знаешь, надумаешь, звони. Пиво хочешь? Пирожок? Ну, что, добазарились? А Юрка дурак, согласился. Да еще и деньги с собой взял. Чтобы сестрам подарки из Голландии привезти. Я говорю, ты что туда на экскурсию, что ли, собрался? Он мне деньги на хранение оставил. И как заказчик бы получил эти камни? На таможне наш человек. Груз с матрешками привезли бы в магазин. Там бы его и отгрузили наши люди. Они бы и поезд забрали тоже. А что, Юру отпустили бы домой? Нет, конечно. Это был рейс в один конец. Кому свидетели нужны? Меня вон и то решили убрать. Повезло тебе, парень. Что за тобой слежка была? Давай диктуй имена, адреса, клички. Все скажу. Записывайте. Преступная группировка была разоблачена. Бармин получил солидный срок, а сотрудник ГАИ, обнаруживший Юрия, денежную премию. Юра Козырев был так напуган, что вскоре вернулся обратно в свою деревню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...